Время, которое мы с вами заканчиваем, начиная с мая, так называемой, произносной практикой. Как мы с ней проходили обучение? Эту фотографию вы видели. Это мы омолаживали с ней. В мае эта яблонька была изувечена, была отпилена. Яблонька, я уже оговорился по фреймам. Это ранетка. Мы вернули райское качество, но самым страшным путем, сильнейшая обрезка, 90% кроны. Вот это учеба настоящая. Почему? Возрождение старых садов без пилы невозможно. Потом мы с ней заканчивали уже. Вы показывали эту фотографию ученым? Показывали, да? В этот раз они не сказали, что им лапшу вешаете? Нет. Нет, слава богу. Так, идем дальше. Вот это сегодняшняя наша селена-садная работа. Она снимала фильм сегодня. А я по новой делал рамки. Мы садили на участки нашей еще одной. Назовем уже сотрудницей. Марина, отчество отказывается говорить. Марина Жмакова, блогер, мать четырех детей, большое хозяйство и запущенный сад. Значит, привожу я вместе с садом к ней два персика. Но учеба есть учеба. Вначале рамки делал из электродов, да? Вот видите, у меня уже помощница умеет делать рамки. Я их только доделывал. Она взяла электроды, обстучала, вот, почистила. У нее уже опыт есть, да. А это тоже не так просто. Я их согнул, вставил футляры, померил. Кого из вас померил? Марину. Марину. Ага. У нее тоже большое биополе. Почему померил? Я проверял работу рамок. А я уже знал, что у Марина большое биополе. Ну, как у всех, кто связан с землей. И, наконец, заканчивается фильм вот этим вот. Как видите, посадка. Как видите, полив. Вот. И два персика. Подробнее все есть в фильме. Может быть, когда-нибудь, общу когда-нибудь. Так. Я этот фильм попросил, попрошу сделать кого-то из тех, кто сейчас вы увидите. Но заканчиваем все равно самое. Так. Это тоже практика. Дело в том, что это яблоко я назвал Голден Желизо. Вот. Потом, почему? Да потому, что она неправильная стала. И с яблоками очень-очень сложно. И с грушами. Семеческая культура меняется перед великим трудом. Даже привитые на дикие яблони, они практически остаются. Пипины так за 30 лет не изменились. Вот. Эти самые. Ну, есть изменения. У меня тут есть одно письмо. У человека полностью изменился опор там. Ой, нет. Антоновка. Гульгуна Юсупова. Надеюсь, она смотрит вебинары. Здравствуйте. Я из Казани. Хочу. Я коротко. Но это та же учеба, ребята. Не знаю, какие сорта выбрать. Лучше, наверное, неприхотливые. Это в Казани-то. Это после Сибири. Вы представляете, что это дано в Казани? Это примерно так. Близо к Сочи. Это я кутерирую, конечно. Ну, вот. Теперь дальше. Для новичка. Или, может, смесь выбрать. Вот. 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 Вот они золотые слова. Почему я считаю, что лучше всего смесь? Вот. А потому, что, смотрите. Вы у меня купите крупноплодные. Костки еще есть много. Королевские. Вот эти. Плоды были. 60, 78, 90, 100 грамм. Были 110. Вот. Что из них вырастет? В Казани они замерзнуть не должны. Они были привиты на мажорцы. Нахапали от них морозостойкости. Но не факт. Вот. Могут сохранить, не замерзнуть, но быть 70 грамм вместо 100. 50 грамм. Даже 30 грамм. Не забывайте, подвой манчжурец. А опыляли косточку? Возможно, тоже манчжурцы. Но чем мельче получится плод, тем более морозостойкий. Это четкая тенденция. Правильно? Вот. Теперь. Вы в этой смеси или отдельно выбрали сыновья манчжурца, сам манчжурец. Еще есть косточки. Но у него опять же культурные родители, культурные супруги. Вот. Тем более амуры, серафимы. Что из них вырастет? Вместо 50 грамм может быть 100, а может 20. Вместо 30 грамм может быть 70, 90. Такие примеры бывают. Поэтому я предлагаю. Понимаете, я сейчас забыл, как вас зовут. Гульнара. Гульнара. Это вам говорю и всем, кто здесь слушает. Дело в том, что, друзья мои, я от вас очень часто слышу, вернее, читаю следующее. Мне нужно знать, что вырастет. В моем саду, что вырастет, не знает никто и даже я не знаю. И знать не могу. Опыление, культурное качество у дикарей, чуть более дикие качества у культурных, с косточек вырасти, может, что угодно. Вот. Но вопрос-то в другом. Если мне, я специально готовился, примерно знал, что будет такой вопрос, я получаю каждый день. Вот подай, вот именно вот это. Посмотрите на мою фотографию. Какая прелесть. Все, хочу и ничего другого. И попробуйте другое подсудить. Она вырастет другое. Может, лучше. Но этого не знаю. Я железо беру, допустим, 10 косточек. Допустим, они у меня, схожесть хорошая, допустим, все взошли. Допустим, они мне все дошли до полуношения. Допустим, я заранее знаю, что все они будут по 150 грамм. То я, поверьте, даже садить не стану, даже сад заводить не стану. Не хочу я знать заранее. Я хочу посадить неизвестно что. И ждать, что получится. И вот когда дождусь, что получится, вот как это яблоко. Вы думаете, я вас ждал? Это и ладно, оно еще не самое крупное, 400 грамм весит. Самое крупное весили за 500. Вот это, ну, один из трех участков. Знаете его, да? Вот. Тут справа я вас фотографировал. Сейчас покажу эту фотографию. Так вот, для меня это всю жизнь была, ну, не праздником, но привычной работой. С детства родители приучили. Я с Украины. Я никогда ничего дал с работой. Я ни разу в жизни перчатки не одел. Вот. И когти никогда не отрачивал. И вот, наконец, я понял, что это за труд такой. Когда у меня здоровье поубавилось. Так вот, я утверждаю, что если взять труд, в чем я уверен? Калориях, я уже забыл. Джоуля. Вот, я лучший ученик школы, но памяти нет. Так вот, смотрите. Примерно в 100 раз меньше сил надо. Ведь это же каждый год. А это один раз в 2015 году посажено. Не поли... Ну, это самое... Поли там год посадки? Нет, не поли, да. Вот. Вот эти вот политы. Яблоки пересажены. А вот это с косточки. Посажены были. И все. И мощный рост. Ваши-то росты здесь вот. Так. Уже плодоношение. На четвертый год. Это уже почти все заплодоносили. Восемь из девяти. А годом раньше уже одна. То есть, я на это силы потратил. Сейчас мы еще вернемся опять к той фотографии и вы прокомментируете. Сейчас. Я специально готовил это в уме. Смотрите, друзья. Еще раз. Здесь труда тратится. Раз в 100 больше, чем было вот на выращивание вот этих. Почему? Я им не мешал расти. Вы все лето со мной пробыли. Я хоть раз подошел. Я хоть раз палил. Ну, смотрите в глаза. Вот. Я хоть раз удобрил. Я ничего не делал. Плоды видели. Вот. Худо-бедно, но ведра два-три набралось. Но это первый урожай. Теперь. Сколько мы потратили время на посадку вот этих персиков? Когда Марина схватила лопату и тережку, и до того момента, ну, еще я бубнил, так сказать, специально растягиваю время, от тережки и до полной посадки и полива. Сколько прошло секунд? Минута, наверное. Шестьдесят. Нет, я все-таки бубнил. Две минуты. Вот. А потом, когда люди увидят фильм, кто-то засекет, скажет, ну, может, время прилетело, может, три минуты. Ну, мы там прерывались, правильно? Это с этим, со съемкой прерывались. А потом мы еще второй фильм сняли. Еще, по-моему, быстрее. Этот в один фильм, а другой. Вот. На это все. А теперь вспоминаем классическую посадку. Ну, ладно. Я... Хорошо, что у меня свидетель есть. И это все умножаем на сто саженцев. И работа в саду плюс, начиная, хоть семечек. Семечки садились так. Да, были, косточки. Была сделана грядочка. Куда деваться? Им надо, чтобы с сарняками не бороться. Была перепахана тут узкая полоса вдоль. Вот. И посажены. И я все-таки, чтобы не быть таким уж сильно голословным, первый год приходилось выщипывать травм. Это было. Вот тут я малинчика, конечно, поторопился сказать, что... Не каждый год. Не каждый год, а первый только. Первый только. Так, идем дальше. И тут мне присылают ролик. Говорит, прокомментируйте. Это мой фотоаппарат. Одно время я вот с этим он был. Потом опять сбилось вот это. Вот. Это я прям с экрана сфотографировал. Ну что, ребята. Я вас не оставлю в покое. Я этому посвящу отдельную передачу. А пока скажу. Вас учат убивать деревья. Это терпят яблони. Немного терпят вишни и сливы. Абрикосы и груши обречены на... Кальпиль. На гибель, да. Пусть не сразу. Она мучительная, мучительская. Мученическая жизнь в течение нескольких лет и смерть. А потом, прежде чем умереть, они покрываются грибами. Потому что листья умирают не одновременно. Раз весь лист. А он начинает отмирать постепенно. И тут начинается борьба за жизнь. Вот эта страшная вещь. Это подлая вещь. Которую просто те, кто показывают, они сами не ведут, что творят. Когда со мной вступали в спор, у меня пока счет идет где-то 20 к нулю. 20 к одному. Я говорю, ребята, вы спорите. Вы говорите, надо садить в ямку. Вы говорите, надо заглубить коня. Вы говорите, надо это. Покажите свой сад. До сих пор ни одного. Он... И самое лучшее знать, что... Вы не правы, я вот читал. Вот это аргумент. Дальше комментируйте вы. Чего вы тут забыли? На самом деле, это мы собираем опавшие груши. Сюда ближе, может быть, лицо будет видно. Это уссурийские груши, которые упали сами с веток. Мы их специально не стряхивали. Полностью созрели. Мы их собираем для того, чтобы собрать с них семена для дальнейшего посева. Я вам показал на кухне, какие получились... То есть, как собирали вы. Я обратил ваши, какие они жирные. Какие они черные, зрелые и большие. Какие они кухли. Да, как это. А ведь культурные уже не такие. Вот. Так, еще что-нибудь? Я уже на практике вам долго рассказывал. На самом деле, это уссурийская груша. Это самый лучший посадочный материал вообще для всех культурных груш. Это точная морозостойкость, зимостойкость, устойчивость ко многим неблагоприятным факторам. И вообще здоровье дерева, генетически заложенное там. Самое главное, качество не сказали. Какое? Единственное, что мне попалось в руки, подвой супер морозостойкий, супер, все, что вы перечислили, обладает абсолютно биологической совместимостью с культурной грушей. Со всеми культурными сортами груши. Причем он из дикого сада. Этого не может быть, но это факт. Это точно. И вот это ее главная достоинство. А кто у нас еще подчередил это? А, еще нам Галина Николаевна Бойкова это говорила. А еще? А еще? А кто мы были еще в гостях? Чернобаев? Да. Леонид Дмитриевич? Я думал, кто в этом диком саду, кроме меня, мышкуетерство такое слово. Оказалось, что он, он там набрал, как я, больше никто не знал. И сейчас не знаю. И вы не знаете. Ну да. Фляжка, я рассказываю. Хорошо. Только вам. Вот. Теперь, значит, он накопал, он насадил. Потом, после этого, собрал на всю коллекцию груши, посадил результат. Видели, да? Это и есть настоящее народное творчество. Сразу, раз, и результат. Без горбумаг. Вы уже знаете, что горбумаг. Ну что, пойдете? Конечно. Работать. Куда? В ССУ. Нет. Тонна бумаг каждый год. Мне больше творчества я работаю. Пока молчите. А то вас никуда не возьмут. Заставят. Ладно. С это мы проехали. Значит, наступил момент, который не хочу, как у вас. Я уже повторяюсь, но это очень важно. Вот я сегодня чувствую, что все, что заготовил, не успею раскатать. Но это очень важно. У меня в СССР после таких вебинаров берут, и охотно берут. Спора нет. Вариант подсадка под зиму. Сто процентов в один год. Ноль процентов на другой год. Ноль процентов на третий год, но схожесть еще год спустя. Три варианта. Значит, что? Сортификация, кто мне спрашивает. Или 50 на 50. Потому что взойти может прекрасно. И тогда это... Не будешь знать, куда их девать. После того случая, когда они взошли, я этот самый... Дмитриевич, у меня нету, но я у него сотню штук буквально покупаю, как по двой. Уточнил, где брал. Уточнил. 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 Уточнил.